всем привет видео последующий снова здравствуйте давайте разберемся вот что вот это вот такое активация скульптурис про мод скульптурис давайте посмотрим для чего это нужно как это все работает и откуда ветер дует так вот это вот функция скульптурис про не работает пока не нажмем make polymesh вот такая штука вот пока давайте рассмотрим вот этот вот эту сферу вот такая сетка у нее и прежде чем рассматривать вот эту скульптурис про забрать давайте посмотрим откуда ветер дует а ветер дует вот именно скульптурис альфа 6 вот именно отсюда вот вы видите какая сетка и давайте посмотрим как это тут все работает когда вы включаете кисть включаете допустим видимо сетки вот этот ползунок детализация и вот вы начинаете допустим рисовать вот так вы проводите вы видите насколько уплотняется сетка вот так вот вы можете здесь сделать поменьше вот так можете еще уменьшить детализацию вот таким образом и в принципе вот так все и происходит лепка в скульптурис вы можете убрать детализацию на первых допустим кого балванку делаете переключаетесь на кисть граб и вот допустим что-то начинаете моделировать чтобы у вас полигоны не перли вы просто отключаете детализацию когда уже допустим сделали болванку там допустим головы вот так что-то такое вроде вы это дело можете сгладить и вот только сгладывать и вы видите что сетка уплотняется она более-менее становится нормальной и вот потом по этому делу вы начинаете уже делать допустим скульптуру лепить там бюст или еще что-то переключаетесь и вот ваша работа вот поперла вы начинаете мал-мал тут корректировать что-то добавлять и вы видите что сетка уплотняется потом вы с каждым разом подходя уже к деталям когда уже модель более-менее закончена прорисовывайте и сетка еще становится плотнее здесь это как решается вы нажимаете вот это в рефрейм это так и вот этот радиус браш и вот две функции вот эта функция subdivide она повышает полигоны а вот это уменьшает и уменьшает от больших допустим вот вы нажимаете все полигоны вы видите что уменьшились вы опять вот допустим начинаете что-то рисовать ставите больше проработку интенсивность вот вы проводите и вот у вас опять где-то прет полигоны вот полигонаж чем больше модель чем она сложнее в каких-то деталях начинает она туго себя вести даже бывает такая фишка что вы модель сделали сохранили в родном его файле это вот скульптрис вот это нижние сохраняют его родном формате и потом вы загружаете эту модель а он ее не принимает потому что здесь вот единство что скульптрис он капризный к сетке если вы сделали допустим модель зебраж то он ее тоже может не принять допустим какая-то детали где-то что-то значит у нее мешает вот отсюда ветер дует вот это вот скульптрис альфа 6 перекочевала зебраж в принципе вот модели получаются хорошие вот если вы просто прорабатываете все это отключаете и загоняете эту модель потом другую программу допустим блендер или зебраж вы видите насколько она четко выглядит она мягко выглядит или детали ее классный в принципе все хорошо вот давайте сейчас рассмотрим что это такое зебраж 2019 открываем вот у нас опять же сфера если вы добавляете дивайдов вот на это дело вот у вас здесь вот в геометре появились дивайды вы включаете скульптрис про вот так и вот он вам показывает что типа сабдивизии того убери вот вы его убираете и вот с этим вы теперь можете работать вот когда вы не включаете скульптрис про вы видите что драк сайз вот этот он красный когда вы его включили вот он розовый и уже готов короче к работе значит все нормально чем больше вы драк сайз будете ставить тем больше будет у вас сетка вот это если вы драк сайз уменьшите вот так допустим что то будете делать вы видите насколько она уплотняется принцип скульптрис альфа 6 это очень прикольная штука модель можно сделать очень качественное допустим где-то вы делаете пониже полигоны где-то делаете детали какие-то более сильно проработанные допустим шрамы глаза веки губы вот в таком духе так что еще найти вот эту функцию можно так строк заходим и вот она находится скульптрис про вы ее нажимаете ее можно также у так у бог вынести вот сюда вот вы носите вот она перед вами здесь что есть адаптив сайз и комбайн вот это и два вот этих ползунка которые регулируют именно частоту и условно давайте покажу как это все делается вот это дело мы сейчас уберем и погнали смотреть вот если мы оставим адаптив сайз только и отключим комбайн да вот этот ползунок он интенсивность прибавляет сабдивайдов если вы поставите его больше драм сайз побольше вот вы его проводите вы видите как в это все работает если вы включите комбайн допустим то вот уже уменьшает насколько полигоны вы его уменьшаете на понижение включаете и вот вы видите какие полигоны у вас становятся вот таким образом чем больше вы будете делать то оперативная память прям перезагу перегружается и он начинает подвисать глючить короче ну жесть поэтому что можно сделать так если вот допустим комбайн включен вы же жмете shift и вот вы начинаете все это дело сглаживать вы видите что полигоны полигонаж и растет с боков по всей вот этой вот части которую вы зацепили или начинаете сглаживать поэтому комбайн отключен должен быть и вот когда вы отключены вот эти адаптив сайз и комбайном начинаете все это сглаживать вот вы видите у вас сглаживается только именно та часть которую вы проработали прорисовали ну понижает полигоны тоже сетку делает более такую неплотную так допустим у вас включен адаптив сайз да вот вы и проводите вот у вас что-то такое получилось и тут же вот такая штука вы видите что вы начинаете сглаживать а когда комбайн выключен у вас бока уже полигоны не растут по бокам прикольная штука если делать какую-то модель где-то полигонов меньше где-то больше ну принцип скульптис альфа шестой там модель если она хорошо вот доделана правильно да она очень шикарно выглядит так ну допустим у вас полигоны очень большие да вот они стоят и принципе ну прут вот если вы будете начинать вот так вот постоянно работать что-то вам где-то еще нужно будет сделать у вас просто начнет тупить ком вам вот такой вот слишком сильное не нужно как с этим быть заходим в браш и кстати тут тоже есть вот именно скульптис про вот она давайте на боковую панель все это дело вынесем включим браш и вот это дело вот сюда вот так вот закинем вот здесь вы можете настроить полностью вот кисть которую вы работаете так давайте это все уберу включайте узк global вот этот отключаете адаптив сайс или комбайн допустим вот вот эти оставляете и вот у вас опять же такие шползунки но они уже привязаны именно кисти вот это общее все а вот это привязывается только кисти и вот вы берете допустим сайс здесь прибавляете здесь можно чуть-чуть ее уменьшить да и вот вы начинаете работать вы видите что уже такой интенсивности нет вот даже если комбайн вы включите нету вот теперь вы здесь можете отрегулировать сколько именно вам нужно вот это вот интенсивность вот этого полигонажа вот такая штука вот если вас вот это все устраивает ну тогда вот с этим можете работать еще какая фишка прикольная кстати если вы включите другую кисть допустим мофф топологи прибавите интенсивности вот так вот этому делу драус сайза побольше ну и что-нибудь вот так вот вытяните да вот такая штука получается вы видите как сетка ее изменилась вот такая сетка стала раньше все это дело исправлял дайна мэш ну в принципе здесь можно эту сетку сделать именно классной как это все делается вот вы видите что вот на этой кисти мофф топологи уже скульптис про не работает нужно переключаться или на клейберт или стандарт ну такие кисти так эту часть мы пока закроем драфт сайз уменьшим и вот смотрите что теперь можно сделать комбайн включен адаптер сайз включен сабдивайды вот эти вот отрегулированные здесь тоже подкорректировано и мы начинаем все это дело вот так вот сглаживать вы видите что уже на этой модели вытянутой появляется нормальная более-менее сетка с которой уже можно работать не прибегая допустим к дайна мэш и получается вот в чем вся фишка что вы когда лепите здесь может быть побольше полигонаж здесь поменьше раньше все это дело опять же исправлял так за ремеш по прошлом видео посмотрите можно было работать так вот это уз полипейнт color и вот вы могли вот именно вот так вот назначать цветом где будет как сильные полигоны вы видите что меняется цвет тут вы можете ярко красный поставить здесь поставить вот именно вот этот полигонаж посильнее вот так вот давайте поставлю белую сферу вот в принципе вы рисуете вот у вас здесь будет большие полигоны чем вы ставите ползунок меньше у вас здесь получается чуть поменьше будет полигоны смотрите прошлое видео не буду затягивать повторяться потом при включенном уз полипейнт вы все это за ремеш прогоняете и у вас меняется полностью сетка разные детали становятся разной плотности сетки ну вот в принципе не знаю тема раскрыта не раскрыта ну штука прикольная опять же кто лепит не забывайте про такую программу скульптуру с альфа 6 я уже говорил что она очень прикольная с нее и начинать лепить хорошо и тут все так просто что делать заготовки какие-то еще какие-то детали сейчас я вам покажу модель одну вот тут эта модель клин из тут я полностью сделал раньше вот когда только учился я ее полностью сделал скульптуру с да конечно детали сейчас можно проделать проработать уже проработать уже в зебраж получше но в принципе модель вот вы видите ну неплохая именно вот для этой программки от начала до конца вот это все вытягивается и так далее вот здесь я изменил сетку вот вы видите сетка изменена в зебраж вот так она выглядит вот таким образом и сейчас я вам покажу изначальную сетку которая именно вот уже процессе лепки была открываем родной его файл и вот для общего понимания вы видите что модель более-менее так тяжеловато ходит здесь вот плоховато в скульпте с альфа 6 что нету именно вот здесь вот шкалы сколько сейчас у модели полигонов и вот вы видите насколько полигоны разные вот здесь на усах на шляпе и вот именно на самом теле принципе принципе вот эта фишка мне тут и нравится когда вы все это отключаете вы видите насколько разные детали и как четко все это выглядит вот такая штука вот теперь уже скульптис альфа 6 перекочевала уже и в зебраж все всем пока до свидания на самом коне а в